Пока все в офисе. Мы вас слышим, но не очень хорошо. Если у вас получится чуть громче говорить, то будет гораздо лучше. Мы ничего не перепутали с должностями, отчествами, фамилиями, все так. Да, все так. Вот у нас зима, в этом году опять очередные сюрпризы. Мы привыкли, когда зимой у нас должен лежать снег. Дети должны кататься на санках, на коньках, на лыжах. Вот, наверное, уже после Нового года заметили, да, что снега-то выпадает не так много. И сейчас у нас природа преподносит очередные температурные качели. Вот посмотрите, позавчера был минус. Вчера днем плюс. Даже иногда доходило до плюс трех градусов, да. В ночь опять температура понизилась. Сегодня днем опять повышается близко к нулю. С крыши постоянно вот капает, течет, да. И вот с этим всем мы должны, в общем-то, справляться, чтобы граждане безопасно ходили по тротуарам. Равен Юрьевич, вы на мой вопрос не ответили. Если у вас все-таки получится чуть ближе к динамику, да, если вдруг получится, будет хорошо. Дайте нам оценку ситуации. Она рабочая, она, не знаю, там, является чрезвычайной для вас, да. Вот нам важно понять. Для нас, что снег, что дождь, это нормальные погодные явления, с которыми мы всегда работаем. Если пошел дождик, значит, нужно открывать водоприемное устройство. Если пошел снег, значит, нужно выполнять работы по ликвидации зимней скользкости. Значит, сегодня у нас пошел вот, то есть не сегодня, а вчера был у нас в конце дня дождик, да, и потом пошла уже ближе к утру температура на минус. Стало замерзать. Вот смотрите, у нас сменилась за последние два года технология, когда мы применяли соль. Соль применяли в таких объемах, я вот вам сейчас скажу, до 200 тысяч тонн за сезон, ну, высыпали. Мы это помним, конечно же. Да, все помним, мы все... Особенно обувь наша это помним. ...отказались. Второй год мы соль не используем в чистом виде. Она у нас присутствует только в качестве песко-соляной смеси, где ее количество минимальное, только для того, чтобы не смерзался песок, и он всегда был в рассыпчатом виде. И вот этот песок мы применяем сегодня. Сегодня идет обработка тротуаров. У нас их 15 миллионов на балансе. Квадратных метров. А, квадратных метров. Не штук. Квадратных метров, напугаете нас. Квадратных метров, да. И мы их убираем, да, где-то механизированным способом. Если механизированным способом, это намного быстрее, конечно. Конечно. Машины заправляются на пескобазах, и у нас есть дозаторы. Мы очень аккуратно на широких тротуарах посыпаем. Но у нас треть тротуаров, особенно в центральной части города, только ручная уборка. И с каждым годом их становится все больше. А здесь только ручная уборка идет. Поэтому песок доставляется чаще всего. Либо самосвалы развозят, либо фронтальные погрузчики в ковше возят. И работники рассыпают с лопатой. Да, это вот такой вот способ. Ну, а что сделаешь? Вадим Владимирович, несколько важных вопросов от нашего коллеги Николая Кудина, Коля. Да, Вадим Владимирович, здравствуйте. Слушайте, хотел спросить вас по поводу соли. Мы все, конечно, получаем удовольствие, когда отрицательная температура, снежок. Мы гуляем по укатанному снежку. Мы все очень рады, что нет соли. И я лично рад, что у животных лапы не горят. У нас ботинки, у астматиков легкие. Что всего этого нет. Нет, но правильно ли я понимаю, что без соли все-таки и без каких-то реагентов с такой оттепелью, которая происходит сейчас, мы справиться полностью не можем? Или нет? Или все-таки у нас хватит и ручного труда, и машин для этого? У нас всего хватит. И техники, и людей. Еще раз. Вот обратите ситуацию. У нас подмерзают тротуары, да? И постоянно капает с крыши. Ведь где в первую очередь образовывается скользкость? Там, где водостоки. С них течет. Вот мы прошли, просыпали. А температура пошла на минус. Но все равно с крыши еще наблюдается. Это какое-то время. Бывает по несколько часов. Значит, нам нужно снова возвращаться сюда. Но есть задание у каждой службы выполнить определенный объем за смену. Они вернутся, сделают. Но для этого опять, как бы, им нужно все это будет сделать заново. Никто не говорит, что этого не надо делать. Надо делать. Но существует вот так называемый свой временный. Владимир Валентинович, в связи с этим вопрос. У комитета есть какая-то позиция по поводу, может быть, частичного возвращения? Может, при определенном температурном режиме частичного возвращения все-таки к соли? Я за это не агитирую. Я просто хочу спросить вашу позицию. Мы возвращаемся и выполняем эту работу. Независимо от того, какая будет продолжаться температурная ситуация. Давайте попробуем все-таки понять друг друга. Смотрите, мы знаем, что соль все равно в каких-то пропорциях присутствует. Да, вот как нам сейчас сказал Владимир Валентинович с песком. 5-10%. 5-10%. Может быть, будет увеличено количество соли в этих смесях, учитывая ситуацию? Вот что мы хотим понять. Если это будет сделано, то насколько это можно сделать, чтобы не привело к тем негативным последствиям, от которых мы ушли, отказавшись от этой соли, казалось бы, раз и навсегда? Вы знаете, вот мы раз и навсегда отказались, и наша позиция будет неизменна. Мы не будем давать даже повода, что можно будет немножко, вот для какой-то там пользы, не будем сейчас ее оценивать какой, да, увеличивать. Вот мы решили работать абразивными материалами, песок, гранитная крошка, и мы на них остановились. Это наша позиция. Потому что добавить чуть-чуть, а это чуть-чуть, у кого во сколько может превратиться, да, а потом оказаться на ботинках. Вот чтобы этого не было, закон един для всех. Ну вот смотрите, как у нас бывает. Попадет в руки главному человеку в городе статистика медицинская, удивится он тем тысячам травмированных людей и скажет, слушайте, ну что мы ставим на кон, в конце концов? Радость детей на горках зимних или здоровье людей скажет, солите. И вы ему скажете, нет, мы раз и навсегда отказались. Ну не верю я в это. Ну понимаете, вот зима преподнесла вот такую нам в этом году погоду. Понимаете, и снег был, все было. И вот сейчас прогноз, который мы видим, вот эти вот температурные качели, к сожалению, будут продолжаться. Понятно. У нас другой позиции, как работать песком или песко-соляной смесью. На сегодняшний день другой позиции нет. Последний вопрос Николай Кутин задает. Владимир Владимирович, последний вопрос. Я понимаю, что ни один чиновник никогда не признается, что работает в невозможных условиях, при недостающих ресурсах, деньгах и так далее. Тем не менее, я хочу уточнить у вас одну вещь. Правильно ли я понимаю, что расходы на очистку, на уборку одного квадратного метра в городе составляют 100 рублей в год? Эту цифру можете подтвердить, как-то верифицировать? Да, могу. Ну я не знаю, что можно сделать на 100 рублей в год. На 100 рублей в год. Один квадратный метр. Это почитается, сколько стоит соль в магазине и песок. Но это же мы должны умножать на 15 миллионов квадратных метров тротуаров или нет? Владимир Владимирович нам пояснит, как эта цифра считается, и как нам поверить, что этого достаточно. Я подтверждаю, что стоимость квадратного метра в среднем городе стоит около 100 рублей. Но комментировать, как эти 100 рублей работают, вам не с руки. Как в течение года это распределяется, эти 100 рублей? Летом меньше, зимой больше, потому что зимой больше выполняется технологических операций, стоимость противогололедных материалов. И если мы будем объективными, мы видим, что летом это работает поливомоечная техника, пылесосы, подбор мусора, урны, как обычно. А зимой это техника в дежурстве, это подметание, обработка противогололедными материалами, облуживание, погрузка и вывоз снега. Это все туда входит. То есть техники, задействованные зимой, намного больше, чем летом. Спасибо большое. Мы говорим начальнику управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству городской администрации Вадиму Мизюкину. Будем надеяться, что все-таки тот песок, на котором нам Вадим Валентинович рассказывал, все, кому он нужен под ногами в эти дни, увидят и дождутся. Да, ну а соль, мы поняли, несмотря ни на что, не вернется. Спасибо большое, Вадим Валентинович. Всего доброго. Соль, уходи. Спасибо большое. Коля, тоже тебе спасибо огромное за то, что ты нам дал этого собеседника и за те ответы, которые он озвучил. Мне кажется, главное, это все-таки, да, соль не вернется. Соль, да, соль, уходи и 100 рублей. А порошок, в смысле, приходи. Я не знаю, что на 100 рублей можно сделать в год на квадратном метре. Я тебе покажу одно место, где можно на 100 рублей оттенуться. А вот мы будем проводить эксперимент. Мы очертим на тротуаре метр квадратный. Положим на него монетку. Да, и будем за 100 рублей. Или его убирать. Мы скоро вернемся, друзья. Ну, рано или поздно вернемся. Такая формировка. И не забывайте подписываться на наш канал на YouTube «Фонтанка.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова